МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подгоняют спортсменов к лучшему времени и наставники. Не жалея себя, во весь голос продолжают и здесь, уже на соревновательном кругу, корректировать технику и скорость начинающих звезд конькобежного спорта. Это возможность показать себя тому, чему ты научился за эти недели, когда не было соревнований за лето. Это вторые соревнования у нас. Они ждут каких-то результатов, что они все лето работали, тренировались. Поэтому они хотят показать время. Меньше у нас стараются выполнить какой-то разряд. Ну и, как я всегда говорю, победить себя прежде всего. На этом турнире стартуют в основном начинающие спортсмены, более опытные в дни проведения Кубка области на сборах в Челябинске, где готовятся к третьему этапу Кубка России среди юниоров. На четырех дистанциях конькобежцы выясняют отношения. Им три года дня, чьи коньки быстрее на 500, 1000, 1500 и 3000 метров. Конькобежный спорт – это один из труднейших спортов, потому что здесь нужно большое упорство и труд. Но мне понравился этот лед, потому что я люблю бегать и люблю очень коньки, поэтому я выбрала этот спорт. А добиться я хочу, ну, конечно, на Олимпийские игры. Это хажевает любой спортсмен. У каждого своя тактика. Кому-то важно удержаться на скользком вираже, многим удачно стартовать, ну и, конечно же, всем без исключения успешно финишировать. Самая проблема в технике – это стоять на коньках правильно. Это дается, конечно, со временем. То есть начальные группы, дети, которые начинают только заниматься, им, конечно, сложно. У них коньки разъезжаются, у них они не туда катятся, куда надо. Ну, а более подготовленные, конечно, толкаются вовремя, туда, куда надо, и бегут очень быстро. После двух дней отборочных и финальных заездов результаты Кубка области по конькобежному спорту таковы. У юношей среднего возраста победил Никита Варавкин. Он выиграл четыре дистанции и набрал лучшую сумму в многоборье. Также в разных возрастных группах по сумме очков награждены Вячеслав Махновский, Анастасия Романова, Татьяна Гриневич и Глеб Варламов. Следующий старт у любителей коньков на Омском льду – 19 и 20 декабря. На «Красной звезде» пройдет мемориал Веры Кортусовой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова